Заступаем на охрану общественного порядка на вокзал станции Ульянов-Центральный. При несении службы ведём себя с гражданами вежливо и корректно. Рабочий день сотрудника патрульно-постовой службы начинается в 7.30 утра с развода. Построение личного состава и распределение по местам несения дежурств. На плечах мужчин в форме, безопасность пассажиров, сохранность их личных вещей. Покой путешественников оберегают от дебоширов, нетрезвых попутчиков и воришек. Да, сейчас у нас идёт курортный сезон, поэтому пассажиропоток на вокзале увеличенный. Люди едут на юга отдыхать. Как правило, люди уже ни о чём не думают и становятся маленечко безалаберными. Поэтому оставляют свои вещи без присмотра, в связи с чем у нас происходит в том числе и кражи. Чаще всего пропадают сотовые телефоны и чуть реже – деньги. Как показывает практика, забыть в зале ожидания люди могут что угодно, включая паспорт или даже билеты на поезд. Оставленные без присмотра вещи не только цепляют взгляд мошенников, но и пугают других пассажиров. Последнее чаще всего фиксируют, когда на скамейке лежит подозрительный пакет. Бдительные ульяновцы сообщают об этом на пункт охраны. После в дело вступает патрульно-постовая служба. Информацию обрабатывают быстро, на обращение реагируют в течение пары минут. С пассажирского поезда гражданин приехал с Москвы, тоже обратился к нашим сотрудникам полиции, что у него похитили сотовый телефон. Также у нас наряд сопровождения запомнил данного гражданина его приметом. И данный гражданин был задержан на остановке при вокзальной площади с сотовым телефоном. Подобной ситуации здесь не редкость. За безопасностью следят как внутри вокзала, так и снаружи. Это распространенное нарушение пересечения железнодорожных путей в неустановленном месте. Грубо говоря, люди решают сократить путь и перебегают с платформы по рельсам. После чего теряют еще больше времени на составление протокола. Другая история, когда покой нарушают в самом составе. В этом случае буйный пассажир едет до ближайшей станции, где его встречают сотрудники патрульно-постовой службы для дальнейшего разъяснения ситуации. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова